вот такое scudo у нас получился на старой раме с новым кузовом с новой ходовкой с новым мотором с новой коробкой т.д. 0 1w и scudo heli hansen максимальная комплектация 36 600 пробег в очень хорошем состоянии зимняя резина с комплектом колес пришел с такими дисками интересными отдыхали колесо heli hansen на котором написано фирменный колпак scudo вообще что по кузову что по всем остальным моментам салон движка ходовка все в порядке посмотрите на сидение да он грязно надо сделать химию до поставить этот пластик туда с ручником до разобраться и все эта машина просто будет служить еще десяток лет я уверен очень хорошее состояние лакокрасочного покрытия в японии хорошие чистые дороги никаких не сколов ничего подобного не летит родная рама мы ее выкрасили от песка струили чем сделали все по уму получилось вот такая вот хорошая машина на своей родной раме которая заехала в россию много лет назад сейчас мы привезли вот такого донора в отличном состоянии 36 тысяч пробег да не дешево но это имеет смысл потому что такую машину на раме высокий клиренс с такой надежностью в россии уже не купишь поэтому имеет смысл все завозить из японии тем более рама кузов не номерной а рама номерная на старую раму садим новый кузов кто не в курсе очень много людей не понимают что кузов не нора не номерной и думаю то как это вообще как это поменять кузов он у вас без номера поэтому вас не будет проблем главного остается ваша рама аварийка работает кнопочки работают работают омыватели тоже до щелкают прикуривать на фон кренометр книжки все в принципе работает свет свет работает фары вы посмотрите они они полностью стеклянные то есть они пластиковые стеклянные поэтому они не затуманиваются замователями халиханса датчики работают подогрев заднего стекла приборка работает все работает николай постарался все работает все загорается все работает кренометр к сейчас проверим кренометр конечно да меня вот эта вот штука смущает потолок грязноватый свет конечно 36 тысяч пробег но конечно вот этот вот этот момент меня только здесь напрягает в этой машине а так в принципе все хорошо по тачке вообще все в хорошем состоянии нету каких-то поломанных частей пластика нету затертостей это всю грязь как оказалось все работает так ребят запуск на холодную так вот с пол оборота 36 600 пробег здесь вот не хватает детальки в ручник вот мы не стали одевать вот эту панельку потом она заедет на разборку хозяйка купит вот эту штучку на там стоят копейки вот пока ручник не работать единственная деталь которую здесь еще не работает в этой машине а так все в остальном все работает все работает сейчас прокачусь посмотрю как вообще по ходовке нет каких-то люфтов прочего но вообще так из кудик живой почистить его и вообще красавчик будет раздатка все втыкается 4 2h 2h а вот это надо так не дублируется да странно аппаратики дублируется а вон горит 4 лоу 4 д почему 2h не дублируется ладно главное люфтов в руле нету в ходовке ходовка тоже взбитая по камням щас еду но все в порядке нас хозяйка очень просила ребят соберите пожалуйста максимально хорошо чтобы я вообще потом не лазила пользоваться машиной вот мне не нравится как педаль нажимается возможно тормоза плохо прокачены сейчас вот николаю сообщил об этом он пообещал посмотреть чтобы нам не было стыдно перед хозяйкой а так в остальном машина по мне так в очень хорошем состоянии все собрано хорошо все лампочки горят мотор живой мотор живой так не работают датчики не работают датчики температура у нас не поднимается бензин не показывает но бензин возможно нету но вот про датчик температуры двигателя или растет по тихой температуры сейчас про и вроде вон начинает подрастать вроде подрастает пластик затертый конечно грязный или не грязный все нормально вот единственного такие вот места есть вот видите то есть просто от старости вот этого штучка рассохлась и конечно же она потрескалась отходит своих родных мест но в принципе это тоже решается и вложив столько денег в обмен старого кузова старой ходовки старого мотора какие-то нюансы по салону конечно я бы доделал бы чтобы машина вся горела болты так ну что сейчас надо попробовать на 4 в.д. подняться спуститься с горочки хочу продолжить дальше тест 4 в.д. вот таким неровностям как работает 4 в.д. ничего ли не брякает подключается ли в.д. без всяких толчков скрипов и на ней реально по салону даже нету сверчков то есть вот сзади сзади единственная резина комплект колес шумит а так по салону ничего не скрипит все не издает никаких звуков так на 4 в.д. едем все в порядке так а вот в эту горочку мы заедем на 4 лоу 4 лоуна загорелась поехали поехали да все хорошо так работает ли у нас печка работает николай молодец вот все вот сделал кондер заправил кондер не заправлены но у нас просто здесь нету оборудования колдина на сборке в очереди стоит стима наша которую до сих пор не можем завести на нашли проблему скоро заведем ребят напишите комментарии сколько по-вашему стоит этот аскудик стоит ли он свои 250 300 тысяч готовы ли вы отдать такие деньги за подобные небольшие рамные джипы по моему стоит а вот у нас стоит на очереди прада не знаю не помню какое-то козет либо 27 либо 34 те автомобили они вообще допустим на казать и они стоят по 400 по 450 тысяч и мы его просто собираем не на раму имеет ли смысл по вашему вообще стоит ли привозить такие автомобили когда они идут без документов и что там утрить там на свою раму вешать либо передвигаться как-то какими-то серыми методами напишите ваше мнение будет интересно очень почитать компания сферокар предоставляет полный комплекс услуг по подбору доставки растамаживанию и отправки по россии автомобилей с аукционов японии компания сферокар ваш эксперт в выборе качественного автомобиля